Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад очередной встрече с вами. Я хочу поздравить всех участников Съезда Учителей Истории и Общества Знаний с сегодняшним праздником, с Днём Конституции. Это, безусловно, день, праздник, важный для всех граждан Российской Федерации, поскольку принятие почти 20, 19 лет назад Конституции Российской Федерации имело огромное историческое значение для нашей страны, для развития российской государственности, для развития правового государства, для развития демократических институтов России. И, наверное, не случайно, что и Конституция Российской Федерации, и первые выборы в новый российский парламент прошли в один и тот же день, 12 декабря 1993 года. Поэтому между двумя событиями есть совершенно очевидная и историческая, и политическая связь. Как я уже сказал, этот день важен для всех граждан России, для нашей страны в целом, но этот день имеет особое значение для учителей истории, поскольку ведь именно учителям истории, чаще, чем другим учителям, школьникам, задают вопросы, которые касаются истории нашего государства, а, как вы знаете, история любого государства самым тесным образом связана с историей развития права этого государства. В марте прошлого года прошел первый съезд учителей, и вот прошло немножко меньше двух лет, и второй раз собираемся в этом зале, и, очевидно, это уже становится такой хорошей традицией периодически собираться здесь и на Академии наук, чтобы обсудить самые актуальные вопросы преподавания истории в школах. С первого съезда учителей, созданная почти два года назад Ассоциация учителей истории и общества знания, заметно окрепло, за это время сделано довольно многое, появился сайт Ассоциации, выпущено большое количество и научных статьй выпущены, несколько монографий, проведены конференции по исторической тематике, безусловно, вот эти проекты нужно продолжать и расширять. Важно при этом помнить, что о достижениях исторической науки молодые граждане в России узнают прежде всего из уроков истории. Ну и от вашей работы, от качества вашей работы в значительной степени зависит уровень исторического и правового сознания наших граждан. Безусловно, у каждого учителя есть свой личный взгляд, свое понимание исторического процесса. Но позиция учителя должна прежде всего основываться на концепциях подтвержденных и принятых в научном сообществе. Нельзя оставлять ученика один на один с порой противоречивыми фактами, а порой и с концепциями, прямо скажем, разработанными с помощью недостоверных источников, которые выглядят слишком некомпетентными. Поэтому проблема качества учебников, их экспертиза, остается одной из ключевых в историческом образовании. Я хотел бы добавить, что одним из знаковых событий этого года, года российской истории, было воссоздание российского исторического общества как продолжателя того благородного дела, которым занималось созданное еще в 1866 году лучшими представителями российской науки, дипломатами, общественными деятелями российского, русского императорского исторического общества. И цель воссозданного российского исторического общества это поддержка, сохранение и развитие исторических знаний, и защита исторической правды. Ну и мне бы, как председателя российского исторического общества, очень бы хотелось, чтобы ассоциация учителей истории и общества знаний в деятельности российского общества принимала бы самое активное участие. Ну и хочу еще сказать о том, что следующий год для наших собратных тоже юбилей это 20-летие Конституции и Федерального собрания Российской Федерации и должен сказать, что совсем вчера, на вчерашнем заседании, пленарном заседании, в Государственные Думы депутаты приняли большой план мероприятий, посвященных этой юбилейной дате. И, конечно, цель этих мероприятий состоит в том, чтобы и подчеркнуть фундаментальный характер основного закона Российской Федерации, и подчеркнуть преемственность и в российской правовой системе тем историческим событиям, которые предшествовали данному этапу развития нашего общества. Я совсем недавно выступал с лекцией и говорил о том, что большое значение до сегодняшнего дня имеют и все предшествующие исторические преобразования, которые существовали и проходили в нашем государстве, в том числе и великие реформы, реформы XIX века, прежде всего, правовая реформа, которая была осуществлена нашими предшественниками. И Конституция Российской Федерации во многом является продолжением тех реформ. И в этом смысле история, конечно, продолжается, и еще раз хочу подчеркнуть большое значение, роль и исторической науки, и преподавания истории в школах. Вот, как уже сказал Александр Аганович, сегодня в своем послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин действительно большое внимание уделил образованию, культуре, роли этих двух сфер воспитания нравственности и в значении нравственности для развития общества и государства. Президент Российской Федерации отчетливо понимает, так сказать, и дает сигналы обществу о том, какое значение имеет историческая наука, история, как, может быть, одним из самых эффективных инструментов в воспитании патриотизма, что, конечно, играет большое значение на нынешнем этапе развития нашего общества и государства. На съезде вы будете обсуждать широкий круг и спектр проблем, которые касаются и организации учебного процесса, и перехода на новые образовательные стандарты, введение курса «Россия в мире», повышение квалификации учителей. Это действительно важные вопросы и очень непростые вопросы. И я хотел бы, чтобы дискуссия, которая будет проходить на разных площадках, на заседаниях секции, была бы очень плодотворной, живой, заинтересованной. Ну, а вам бы я хотел пожелать успехов и в работе, и в жизни благополучия, ну и Новый год за горами. Поэтому мы, наверное, имеем право сегодня и всех друг друга поздравить и с наступающим Новым годом, чтобы для нас он был и удачным, и успешным, и принес нам благополучие, стабильность и хорошее настроение. Спасибо.